здравствуйте дорогие друзья и дорогие зрители а сейчас я хочу подвести итоги ушедшего года вспоминала что проходило что было где-то в каких-то моментах было сложно вспомнить где-то в каких-то моментах было просто улыбка на лице было отдавать вместе с вами вспомним сразу хочу сказать что этот год был тяжелый и в этом году хочу подметить что мы запланировали вот то что мы запланировали в этом году даже немножечко чуть чуть больше произошло чем тема запланировали ну что давайте начнем с января месяца после того как у нас случилось несчастье с дома мы где-то месяц наверное полтора ездили по документам временная прописка вот в этом вот вот в этой квартире временной эта квартира находится напомню в администрации во владении эта квартира маневренного фонда она временная тоже поступали очень много вопросов поступала по тому как люди новые приходят и задают мне вопросы и приходится всем отвечать ну вот может быть итоги посмотрят и здесь вот более хорошо так все распишу изначально эта квартира маневренного фонда нам предоставлялась на три месяца по сечении трех месяцев мы попросили сколько можно продлить договор потому что мы просто не знали что нам делать мы хотели попытаться мы большую часть уже сделали по дел по тем делам которые мы планировали что мы сделали это весной мы около дома придомовую территорию очищали сейчас вы увидите фотографии это первые кадры как все было но хочу подметить что когда пожарные тушили наш дом то вещи были выброшены из окна из террасы я так поняла то что какие то вещи были выброшены с крыши чтобы вам они потушили поэтому стекла разбитые после того как случился вот этот вот несчастный случай мы повторюсь еще раз месяца полтора наверное не приходили на участок потому что у нас было ну ну просто шок мы прожили в этом доме 10 месяцев мы так о нем мечтали это просто была мечта мечта которая сформировалась не у не один год лет пять точно вот мы планировали все то есть наш переезд из города из квартиры хотел еще раньше осуществиться но все взвешивали за все взвешивали про и против поэтому мы так долго 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 принимали решение нам нужно было очень все продумать так как у меня инвалидность мы мечтали мы мечтали мы мы долго ездили долго смотрели мы выбирали местоположение и все таки же мы вот пришли к этому месту где мы сейчас находимся в этот поселок замечательный с лесополоса и воздух здесь совершенно другой и атмосфера и земля здесь совершенно все по-другому ну да может быть у меня просто не с чем сравнить но все же жили мы в дзержинске нижегородской области а вот это лесополоса вот это вот как-то и легкие раскрылись и дети меньше стали болеть и сил больше стала вот не знаю как это объяснить но сразу чувствовалось вот это вот вот это преображение сразу почувствовалось да вот этот прилив сил бодрости желание вот чем-то заниматься да вот опять наверное я отвлеклась от темы вот эти вот кадры вы увидели что было дальше сделано дальше муж с сыном сына у нас на тот момент было 12 лет но исполнилось только 13 они придомовую территорию убирали то есть стекла ну конечно с мерой безопасности муж под под контролем держал ребенка потому что но все-таки что подросток есть подросток но безопасность это превыше всего вот собирали стекла собирали шифер очистили придомовую территорию сложили мусор какой-то мусор увезли что дальше с какие следующие дальше шаги были нам необходимо было сделать свет на участке электричество так как наш дом отключили от электричества и нам нужно было на участке возвести электрощиток роме помогли сделать объяснили как как и чего и как спасибо большое им за это документально это тоже было так я скажу не один месяц наверно месяца два с половиной около трех наверно нас ну ты жила то то в энергооборону то и в тнс энерго то еще куда то еще куда ну в общем все заявки 30 на 30 дней обработка ладно хорошо мы справились летом у нас возвели свет ура еще одно достижение а дальше что было дальше спасибо екатерине швяковой это куратор проекта не оставим в беде она выиграла для нас грант он нашим по нашей беде там назывался не оставим в беде она выиграла грант грант составлял 50 тысяч на эти денежные средства мы заказывали два манипулятора покупали тележку мешки грабли перчатки для волонтеров вот на 3 манипулятор там оставались денежные средства на 3 манипулятор мы уже добавляли то есть всего вывезено мусора с участка за этот грант ну за этот проект так вот можно сказать за этот проект было вывезено три камаза огромных обгорелых частей то есть это крыша терраса длинная это ванная комната туалетная комната потом там коридор летняя кухня ну и говорю крыша вот эти вот части были вывезены и у нас был четкий план чтобы оставить коробку все части все убрать оставить коробку на данный момент коробка идет у нас 7 на 8 это мы планировали это у нас получилось сделать еще планировали закрыть сверху но так как манипулятором там немножечко когда крышу он убирал балки немножечко крышу проломал и то есть но смысл закрывать уже не было после третьего манипулятора у нас появилось подозрение что дом вот так немножечко чуть-чуть с одной стороны покосился дальше перед нами стал выбор что же нам делать дальше был была очищена из трех комнат была очищена одна комната а там была двухъярусная кровать большой шкаф там стол был кресло это было вынесено на улицу придомовую территорию то есть были собраны кучи рома из этой ку из этого всего из этого там бревен больших там он значит что сделал рассортировал какие-то доски хорошие он взял так как сейчас ну весь материал очень подорожал и это никому в так в новости в такой шок и это нету ни у кого шока такого вот эти вот досочки мы которые хорошие рома все убрал рассортировал что уже не пригодится там ну подплавившиеся или что-то прям совсем там обгорело это он все сложил то есть по плану на весну вот сейчас снег сойдет по плану это бы конечно вывести желательно вот и что еще сейчас будем думать как нам поступить дальше конечно же варианты мы уже прорабатываем сейчас у ромы есть конечно один вариант но не знаю я сомневаюсь я упираюсь я пока не могу с ним согласиться на этот вариант вот и какое-то чуть чуть попозже а сейчас уже весна сейчас уже новые планы будут и еще что хотел сказать нам в начале апреля нужно идти в администрацию по поводу квартиры вот это потому что в мае 31 мая уже заканчивается срок многие спрашивают что будет дальше после того как у вас закончится договор на эту квартиру дело в том то что я не знаю в апреле месяце то есть буквально через месяц до начале апреля мы пойдем в администрацию и будем разговаривать ну конечно же уже есть кое какие соображения на эту тему это то есть уже есть точное понятие что мы вдвоем с ромы не справимся просто чистые по человечески чисто физически мы это просто не потянем но одно я хочу точно сказать то что я по итогу этого года я поняла что квартира это не это не то что нужно нашей семье вот так на этом наверное я закончу если будет у вас какие-то вопросы то пишите в комментариях и по вашим вопросам я сделаю видео ответ а вам огромное спасибо за то что вы послушали за то что вы пришли и уделили время спасибо вам огромное на этом я с вами попрощаюсь пока пока